Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Бухьян. Я кореянка, которая говорит на русском. На моем канале мы говорим про правильный корейский уход за кожей лица. Мы тестируем очень много корейской разной косметики и немножко говорим о корейской культуре. Если вам такие темы актуальны и интересны, то не забывайте подписаться на мой канал и смотрите сегодняшнее видео дальше. Сегодня мы будем говорить о разных дисках и пэдах, как в России называют. Это такой формат косметики, который становится очень популярным в России. Достаточно давно уже началась популяризация данного формата косметики в Корее и по всему миру. Я думаю, что лет 5-7 назад сейчас очень многие бренды выпускают именно в таком формате свои продукты и многие задают вопрос, вообще нужен ли этот продукт, зачем вообще он существует, что он мне даст, вообще будет ли работать или нет. Поэтому во всем этом мы сегодня разберемся. Также мы сравним разные диски, которыми я пользуюсь, покажу какие есть преимущества, какие есть недостатки, чтобы вы могли подобрать для себя хорошие пады. Давайте начнем. Давайте буду их называть падами, потому что это от английского слова pads. И что они из себя представляют? Это такие кругленькие тоненькие ватные диски, которые пропитаны тонером или эссенцией. И что они делают? Во-первых, часто мы используем тонер, когда мы наносим любой увлажняющий тонер сразу после умывания для тонизирования кожи. Я говорила, что можно носить как руками, также с помощью ватного диска. Это получается тонер-диски, которые уже пропитаны тонером, то есть вам не нужно открывать, делать лишние движения, вытаскивать ватный диск и использовать в этом тонер, наносить и потом протирать. То есть это удобство. Вторая особенность, когда мы наносим тонер с помощью ватного диска, это не только как бы разглаживает поверхность кожи, не только мы впитываем тонер в кожу, но и также мы очищаем поверхность кожи от остатков загрязнения, которые могут оставаться на коже лица. Также мы выравниваем тон кожи лица и также делаем ее гладкой, потому что удаляем другие загрязнения и также аргавевшие клетки кожи. То есть имеет легкий пилинг эффект. Именно поэтому часто в дисках, в падах содержатся кислоты, BHA кислота, AHA кислоты или же PHA кислота, потому что именно пады популярны для тех, кто хочет иметь легкий пилинг эффект. Пады обычно используются сразу после очищения кожи. Можете на влажную кожу, где у вас есть вода, вы можете не протирать полотенцем кожу, взять эти пады и протирать лицо. Таким образом мы одновременно убираем воду, тонизируем кожу и также разглаживаем поверхность кожи и подготавливаем ее к следующим этапам. И нужно заметить, что такие диски не нужно смывать. После таких падов, как вы нанесли, протерли лицо, это то средство, которое тонизирует кожу, поэтому это не очищающее средство, поэтому смело после них можно использовать следующее средство. Есть отдельные пилинг диски, это совсем другой формат, то есть они выглядят похожи, но пилинг диски направлен для именно пилинга. И там именно эссенция не просто увлажняющий или тонер, а именно очищающее средство, поэтому после таких дисков обязательно нужно умываться. А именно диски, которые пропитаны тонером или пады, которые пропитаны тонером, после них умываться еще раз не нужно. Эти пады стали в первую очередь популярны среди обладателей проблемной кожи с акне, потому что, во-первых, идет легкий пилинг эффект, и также эти пады пропитаны тонером с кислотами, поэтому они эффективно работают для борьбы с акне и также для очищения пор. И давайте на конкретном примере, самые первые диски, которые просто стали сенсацией по всему миру, и именно из этого продукта бренд COSRX стал настолько популярным и известным по всему миру. Это уже обновленная версия, раньше у них всегда был человечек, такой усатый мужчина на крышке, на упаковке можно было сразу его узнать. У них вот эти красные диски, которые пропитаны с тонером, с обе ячей кислотой, просто спасли кожу очень-очень многих людей по всему миру, именно поэтому как бы виртуально он стал просто настолько популярным, что все его начали использовать. В то время, когда COSRX выпустили свои первые пады, на рынке почти не было таких форматов, поэтому он стал очень популярным, многие просто даже стали зависимы от этих падов, не могли без них жить, поэтому сохранили по 3-5 новых упаковок, чтобы постоянно использовать. Вот эти диски, сейчас у них есть три разных вида, есть красные, голубые и зеленый вид. Красные пады очень хорошо работают на жирной коже, у кого черные точки, у кого очень жирная кожа, потому что есть би ячей кислота, которая хорошо ухаживает за проблемной кожей. Голубые диски более имеют такую роль увлажнения кожи, поэтому подходят для сухой кожи. Зеленые диски идут с экстрактом цинтеллы, который хорошо имеет успокаивающий эффект, поэтому подходят для чувствительной кожи. И здесь всего 70 падов или дисков, я постоянно говорю так и так. Диски достаточно мягкие, поэтому не травмируют кожу. Рекомендую его для тех, у кого проблемная жирная кожа с акне и также с черными точками. Если у кого очень чувствительная кожа, все-таки смотрите зеленые диски, красными дисками лучше пользоваться раз в неделю, возможно. Вторые очень популярные диски в Корее, это от бренда Sally Maxx, называется Heartleaf BHG Peeling Path или на корейском языке называется Tjuge Pad. Он стал популярным, потому что он очень хорошо помогает для тех, у кого есть акне. Tjuge это стиралка, то есть это диски из стиралка, потому что ему дали такое название или кличку, потому что очень многих улучшилось акне, то есть как будто стирает акне. Здесь интересно то, что здесь тоже в составе есть BH кислота, который это популярный глицент для проблемной кожи с акне. Он интересен тем, что здесь он такой же, как выглядит, очень мягкая поверхность, как у дисков Косорекс, но вот эта другая сторона, она как марли, возможно, более жесткая. Поэтому первым делом мы очищаем кожу этой стороной, где более шуршавой стороной протираем, а потом уже обрабатываем уже напоследок вот этой мягкой стороной. И когда вы наносите эти диски, то это должно быть очень бережно. Ни в коем случае не нужно сильно до красноты тереть. Очень легкими движениями вы все равно даете эффект. Мы очищаем кожу от роговевших клеток кожи, очищаем поверхность, разглаживаем поверхность кожи. Тонер с беечей кислотой впитывается в нашу кожу, работает на порах, очищает ее. Поэтому ни в коем случае не переусердствуйте, когда вы используете любые диски и как бы прикасайтесь к коже лица. Поэтому мы вот такими движениями берем вот так обычно, да, и протираем эту зону. Не забывайте вокруг носа вот здесь, да, где есть кладки, здесь. Если у вас средства с кислотами, лучше, конечно, прямо у глаз не делать, да, ну как бы вот так, в меру, чтобы не попадало именно в глаза, а потом уже обрабатываем мягкой частью все лицо. Эти диски я тоже рекомендую для проблемной кожи. У кого есть акне, обязательно попробуйте. Это очень-очень популярный продукт в Корее. Следующие диски это вот такие вот желтые диски от бренда Грей Мелин. Грей Мелин это диски с линейки Галактомисис. Я очень люблю ферментированную косметику, с ферментированными ингредиентами, с Галактомисисом, очень хорошо питает кожу и выравнивает тон кожи лица. Поэтому всегда рекомендую эти ингредиенты для обладателей возрастной кожи, кто хочет поднять или выровнять тон кожи лица. Это очень мягкие диски, я покажу вам в сравнении. Диски тоже вот такие вот, они тоненькие. Здесь активный ингредиент на первом месте стоит экстра Галактомисиса, который как раз питает кожу и выравнивает тон кожи лица. И второй еще мой любимый ингредиент это керамиды для укрепления защитного барьера кожи. Поэтому эти диски, они с обеих сторон, то есть мягкие. Вот эта одна сторона всегда более шершавая, чем вторая, поэтому более шершавой стороной мы протираем вот так лицо и потом уже обрабатываем последний штрих, уже вот этой стороной мягкая, протираем вот так и не забывайте про шею тоже. И когда мы используем вот такие диски, где нет бея кислоты, здесь больше вот эти диски для очищения кожи, но сам тонер больше идет такое для питания, для укрепления защитного барьера кожи, для выравнивания тон кожи лица. Поэтому вот такие диски вы можете также оставлять на коже, как маску зональную, потому что я вам, возможно, показывала такие маски, которые мы делаем сами, то есть берем очень тонкий ватный диск специальный, наносим любимые тонеры и оставляем на ту зону, где у вас есть проблемы с сухостью, например, шелушение и раздражение. И именно вот этот диск можно так использовать. Если вам лень делать, например, тканевую маску или у вас ее нет, то вы можете на щеке, на лоб вот так вот оставить на 5 минут, это получается дополнительный эффект, дополнительное увлажнение и питание кожи. Также, кстати, еще одно применение этим диском, когда вы подправляете макияж, вы также можете чуть-чуть убрать макияж этим тонером, потому что тонер очень легко можно смыть макияж и затем подправить ее. Если вы будете, например, просто водой или очищающим средством зонально убирать макияж, вам нужно сделать весь уход. А так как этот тонер, он, в принципе, хорошо увлажняет кожу, потом можете чуть-чуть тональным средством или консилером уже обновить свой макияж. Его так тоже часто используют. Поэтому диски Грейм Лин я рекомендую для обладателей возрастной кожи, у кого есть возрастные изменения, кому очень нужен легкий пилинг эффект, также выравнен тон кожи лица. Очень мягкие диски можно использовать как утром и вечером. Если у вас очень сухая, например, и чувствительная кожа, то, возможно, один раз в день. Следующие диски – это вот такие вот диски от бренда Rebute. Rebute здесь, на самом деле, он очень большой. Здесь большое преимущество, что есть вот этот пинцет. Почему важен пинцет? Потому что, когда мы берем диски руками, они очень тоненькие, поэтому наложены. И иногда вы берете сразу два, например, да, потом приходится еще один оставить внутрь, а вы уже прикоснулись руками. А руки всегда не такие, что очень чистые. Вот, поэтому я рекомендую использовать пинцет. В принципе, можно его использовать для всех патов, да, если он есть. У него немножко другая упаковка, очень удобная, что вы его так вот открываете. И там диски, во-первых, здесь также есть PHA-кислота, но PHA-кислота работает намного бережно. Это именно те кислоты, которые подходят для чувствительной кожи. Вторая особенность данных дисков в том, что диски по размеру намного больше. Они больше, чем другие диски. Именно вот если сравнить, давайте попробую. Видите, разница вот эти диски и вот эти. То есть это нестандартный большой размер. Вот. Здесь особенность в том, что очень много тонера. То есть если вы вытаскиваете эти диски, то сразу видно, что у этих дисков очень много тонера, поэтому он хорошо увлажняет кожу, придает коже сияние. Но здесь есть аромат мяты, потому что в компоненте есть экстракт мяты, который, возможно, не всем подойдет. Вот для очень чувствительной кожи эти диски, возможно, не подойдут. Поэтому рекомендую эти диски для обладателей, возможно, возрастной кожи, очень сухой кожи. Кому нужно хорошее увлажнение и сияние кожи, но одновременно если у вас очень проблемная кожа, очень чувствительная, то, возможно, лучше прибегать к вот этим дискам, которые являются более универсальными и мягкими. Мне эти диски подходят, они очень хорошо увлажняют кожу, мне нравится, что уже есть много тонер, то есть вы когда протираете этим тонером, потом на коже остается достаточно большое количество средств, которые вы потом наносите вот так вот руками. Также удобно делать зональную маску этим диски, потому что они большие, они прям очень хорошо вот так вот прилипает к коже лица, можно оставить на 5 минут и потом кожа становится более сияющей и красивой. Давайте я просто закончу видео именно в таком виде, раз уж сегодняшнее видео про диски, то пусть они у меня будут вот так. И также в конце я хочу заметить, что, во-первых, как я вам говорила, нужно протирать очень-очень бережно, даже если вам кажется, что прям нужно хорошо скрабировать кожу, это не скрабы и, в принципе, никогда ничем кожу так сильно протирать не нужно. Нашей коже нужно обращаться очень бережно, как кожа младенца, легко протирать все равно будет давать хороший эффект. Второе, не рекомендую слишком часто использовать у кого чувствительная кожа. У кого очень жирная кожа, кто любит диски, можно использовать утром и вечером, но со временем наша кожа может раздражаться, повышать чувствительность кожи, если будем постоянно контактировать сильно с кожей лица. Поэтому у кого чувствительная кожа, рекомендую использовать раз, например, в день, раз, два, три дня, возможно. Вот, просто смотрите по состоянию. И, конечно, так как диски здесь обычно в баночках 60 или 70 дисков, вот, и желательно использовать быстро. То есть, если вы открыли, то в течение 6 месяцев обычно всегда рекомендуют, потому что постоянно мы пальцем туда заходим, поэтому вообще любую косметику я рекомендую использовать в течение 6 месяцев. Самая хорошая, со дня раскрытия упаковки, это очень важно, чтобы косметика была чистой, эффективной. Итак, сегодня мы поговорили о разных дисках, падах, почему они нужны, кому они, возможно, понравятся, кому они, возможно, не подойдут. И также подсказала вам разные диски для разных типов кожи. Если вам видео было полезным, интересно, то я жду ваши лайки, оставляйте в комментариях новые вопросы, идеи к новым видео. Надолго не прощаемся. Не забывайте подписаться на мой канал, на мой инстаграм. До скорой встречи, пока!